Избирательная комиссия собирается на вертодроме. Так начинается первый день досрочного голосования в труднодоступных местах. Первый пункт – Осачинское месторождение. Время полёта – 25 минут, а расстояние – 80 километров. И вот комиссия выгружает из вертолёта коробки с бюллетенями, урнами для голосования, ручками и средствами индивидуальной защиты. Ну что, маски есть у всех? Да, у нас целая коробка. Асиза? Отлично. Мы сейчас следуем в административно-бытовой корпус. Собственно, там мы и будем проводить голосование. Мы не будем на производственные участки. На обустройство избирательного участка 15 минут. Члены комиссии надевают защитные экраны и костюмы. В целях соблюдения антиковидных мер всем голосующим выдают маски, перчатки и ручки. С доски временно снимают производственные схемы и вешают плакаты с портретами кандидатов. На доске должна быть информация, на досочном голосовании информация о кандидатах, о политических партиях и правильность заполнения избирательных бюллетеней. На столе раскладывают пустые бюллетени и урны для голосования, опечатанные пронумерованными пломбами. Они запаковываются и хранятся в сейфах на территории участковой избирательной комиссии, которая проводит выборы. И открываются уже и опускаются в урны в день голосования 19 сентября. Уже, когда избирательный участок закроется. Голосовать приходят по очереди в несколько смен. Так удается избегать столпотворения и соблюдать карантинные меры. Первыми приходят работники ремонтных мастерских, инженерно-технический состав, водители и сотрудники золотоизвлекательной фабрики. Второй сменой идут строители и работники подземно-горного участка. «Поскольку это наша обязанность каждого человека проголосовать при выборах, и понятно, что мы работаем в вахтовом методе, у человека нет другого возможности. Поэтому, чтобы все смогли иметь возможность это сделать, мы организуем каждый раз, когда проходят выборы, такое мероприятие голосование и обеспечим каждую возможность это право получить». Рабочие смены на Осадчинском месторождении длятся от одного до трех месяцев. Здесь работает много приезжих. Так что для того, чтобы понять, за кого голосовать, им требуется время. «Я думаю, сейчас агитационная литература даст нам возможность почитать о кандидатах, чтобы узнать их действия или обещаниях». «Мы в Новосибирской области. Я откуда могу знать о ком-нибудь здесь?» «А как будете голосовать?» «Не знаю, почитаю, кто понравится, только так». «Выдавался в большинстве случаев только один бюллетень, так как здесь находятся в основном иногородние те граждане, местожительства которых находятся за пределами Камчатского края. Им только выдавался один бюллетень по партийным спискам Государственной Думы Российской Федерации. Жителям Камчатского края выдавалось три бюллетеня. Это Госдума партийный список, однопартийцы Государственную Думу и один бюллетень по законодательному собранию Камчатского края, тоже партийный». Жителям Елизовского района, к которому территориально относится Осачинское месторождение, выдали максимальное количество бюллетеней – четыре. Добавился бюллетень для голосования в законодательное собрание по одномандатному избирательному округу. «Кандидаты мне все знакомы, но мой выбор пал на одного единственного кандидата. С ним знакома лично. Знаю его вовлеченность во многие процессы и проблемы Камчатки. И только голосовал за него, и также коллег своих тоже агитировала, чтобы они подключились к этому. Я уже не буду в Петропавловске, буду на вахте находиться и очень благодарна, что есть такая возможность вдали от дома и также не отрываясь от рабочего процесса, можно проголосовать и выбрать понравившуюся партию и кандидата». «Я даже на госуслугах в личном кабинете сделал запись, что я с Кемберской области переписываюсь голосовать в Камчатский край. Партии, да, знаю, то есть изучал критерии, чтобы все в России жили лучше». На Осадчинском месторождении проголосовало больше 300 человек. Итоги будут подведены после 19 сентября – основного дня всероссийского голосования.